Добро пожаловать в ночной Витебск! Одеваю халатик, у меня такой замечательный есть. Вот так вот. Сажусь просто и смотрю, на что происходит вокруг, как по мне ползают мои дети, мои родители счастливы, все живы-здоровы. Вот, собственно говоря, пожалуй, это самое главное. Итак, это вечер трудного дня на Славянском базаре. День был, безусловно, трудным для тех, кто вчера поприсутствовал на открытии фестиваля и на ночном концерте короля эстрады Филиппа Киркорова. Надо сказать, что концерт начался очень поздно, в 2.30 ночи, а заканчивался уже рано, так что Филипп вместе со зрителями встретил Витебский рассвет. Итак, Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Чем поделиться? Результаты у нас довольно-таки неплохие за последние 3 месяца события, тоже Евровидение, уже позади, как-то волнение все позади и ваши белорусские, и наши российские. Филипп, я присутствовал при телефонном разговоре, когда Тиханович и Литяна Григорьевич, я говорил с вами, вы говорили, что вы просто вымотаны после Евровидения. Это было перенапряжение от успеха или ожиданий, или от того шума, который возник после? Нет, дело в том, что такая работа была очень мощная, большая, проделана за достаточно короткий срок. Нужно было сделать очень многое песни, писать и номер придумать, и собрать команду. На это был дан практически только один месяц. Плюс, конечно, сами те условия, практически военные, которые мы попали за эти две недели конкурса Евровидения, мы ощутили на себе сполна, особенно эти молодые девочки, всего 16 лет, как исполнилось. И вся вот эта сила давления, так скажем, отношения, так неоднозначные к России, сформировавшиеся благодаря средствам массоинформации, так скажем, не самое благоприятное, оно дало о себе знать, и то давление, которое испытывает девочки, выходя на сцену, эмоциональное, от зала, которое шло, и то недовольство, когда объявляли Россию, и представляли нашу песню, это было слышно, но мы были готовы, как мы подготовили, и я считаю, что седьмое место, которое они получили на конкурсе, это результат очень высокий в данных условиях, данной ситуации. Я думаю, что если бы этой истории всей не было вокруг России, всего вот этого агрессивного отношения, то можно было даже рассчитывать на победу, и, кто знает, может быть, снова бы встретили в следующем году в России. Ну, Австрия тоже неплохо. Я, кстати, поздравляю вашего замечательного артиста, который спел, на мой взгляд, очень хорошо, и у него было море обаяния, и он был пластичен, музыкален. Ну, наверное, конкурс Евровидии — это некий микс чего-то, какой-то химии. У кого-то эта химия срабатывает, этот процесс, у кого-то нет, но всё равно вы попали в финал, и это уже просто победа, потому что далеко не каждый белорусский исполнитель попадал в финал. Филипп, скажите, во время спортивной трансляции показывают, что говорит тренер в перерыве, как на мочи иногда уже сейчас камера заглядывает, но если бы заглянуть в ваши времённые, последние слова, которые вы говорили девушкам перед выходом на сцену, какие бы? Я всегда говорю одно и то же всем своим, ну, можно сказать, уже ученикам. Получайте удовольствие на сцене, особенно Евровидии, потому что этот вид больше никогда не повторится. Вы знаете, я думаю, для меня, и думаю, что для многих, вот каждый славянский базар, можно сделать видеоклипом какой-нибудь вашей песни. Я прекрасно помню славянский базар, когда вы пели «Посмотри, какое лето». Потом, ты поверишь, я присутствовал в той ситуации, когда у вас был какой-то сбыл с фонограммой, но это было самое обсуждаемое событие. Сейчас, скажите, как вы думаете, к этому славянскому базару какая ваша песня, может, подошла? Ой, наверное, последняя радость моя. Замечательная песня, она из фильма «Любой в большом городе», и она определяет свое состояние, потому что я счастлив, у меня все хорошо, у меня семья, у меня дети, у меня в личном плане все очень замечательно. А вообще каждый славянский базар – это судьба, потому что, вот, что я ощущал на сердце, так это и светилось на сцене. Я был влюблен, у меня было все прекрасно, это, и я пел, смотри, какое лето с Аллой, мы, по-моему, на вдвоем даже это делали. Да, да. Это было как-то замечательно. Потом некий момент одиночества, да, ты поверишь. Да, потом, я не знал, что любовь может быть жестокой, тоже была. Потом был перерыв, достаточно большой в наших отношениях с Леонским базаром. А вот, и вот снова я здесь, снова слышу этот гур-гур. Ну, это атмосфера славянского базара, да. Атмосфера незабываемая, она заряжает меня тоже, потому что концерты, гастроли, все хорошо, съемки. Но вот, вот этот вот допинг, этот заряд, который я заряжаю своей батарейки здесь, на славянском базаре. Скажите, а вот эта фраза легендарная, никогда не возвращайтесь в те места, где были счастливы. Ну, может быть, это имеется в виду как-то более личное. Для меня все-таки славянский базар это работа, профессиональная. А профессиональная, оно профессиональное, и поэтому и называется. Потому что, наверное, если можно увидеть где-то самого счастливого Филиппа Херпорова, то это было на стене славянского базара как раз вот единственное. Нет, если вы хотите увидеть счастливого Филиппа Херпорова, надо приехать ко мне домой и увидеть меня там счастливой, в кругу моей семьи, по-настоящему. А какой это момент? Счастье из-за семьи, все-таки. Сегодня я это понимаю как никогда. По молодости, конечно, когда ты дорываешься до сцены из родительского дома, где, например, 20 лет ты находишься в особых условиях, то вырываешься на волю, то в этот момент счастья, полета, и когда еще сцена, успех, потрясающая публика, все, это дает возможность на определенном этапе, когда тебе 18 лет, быть счастливым. Потому что нет забот, нет ответственности, которые есть, например, после 40, если ты артист для того, чтобы поддержать то, зачем к тебе приходят, и не разочаровать своих зрителей. Это колоссальная ответственность. Поэтому для меня все-таки сцена сегодня это труд. Колоссальный труд. Счастье это, когда ты в конце концерта стоишь уже пустой, выжатый как лимон после трехчасового шоу, и тебя аплодируют стоя. Вот это, да, вот этот момент счастья, но уже профессионального. Знаете, на этом Славянском базаре ваш концерт начинается так поздно, что закончишь его практически уже рано. У вас были такие эксперименты над собой раньше. Только здесь, на Славянском базаре. Вы же встретите рассвет. И не первый раз я его буду встречать здесь, на сцене амфитеатра. И это тоже, наверное, какой-то своеобразный рекорд. По-моему, чаще меня здесь никто концертов сольных не давал. По-моему, мы рекордсмены, да, по количеству сольных концертов за 23 года фестиваля. По-моему, это десятый, если мне не изменяет память. Шоу другое, которое вы показываете, и то, что я видел в телевизионном эфире, насыщено большим количеством специальных эффектов сценических. Вы все это сможете воплотить здесь? Мы все это привезли сюда, на сцену амфитеатр. Все это ехало, по-моему, сейчас из Болгарии. Да, у нас последний концерт был в Болгарии. Мы только вернулись из тура, да, поэтому вся эта декорация приехала с моей второй родины. Она заряжена Черным морем. Вы знаете, люди, которые обслуживают ваше шоу, немножко делятся секретами и рассказывают, что ваше следующее шоу будет цирком Дю Салей. Может быть, это просто склетня или утечка информации? Ну, вы знаете, сколько я себя помню, столько вокруг меня всегда ходят легенды. И я их не развенчиваю, потому что, кто его знает, это было бы прекрасно. Я цирк всегда любил. И у меня бабушка цирковая актриса. Кто знает, я в программе «Лучше любимая только для вас» в 98-м году сочетал очень много цирковых элементов, иллюзионных. У меня летала девушка, была левитация, у нее был номер. Мы исчезали, появлялись. То есть, в моем шоу всегда присутствует некий элемент цирка. Вообще, вся жизнь это цирк. Как я говорю в мюзикле «Чикаго», когда я выступаю, я говорю, что это один из последних монологов. Все это цирк, детка. Цирк с тремя аренами. Весь этот мир, все это шоу-бизнес. Все это цирк. Но, детка, ты работаешь со звездой. Величайшей звездой. Ну, короче, все это философия. Скажите, есть такая фразочка о том, что актер в детстве мечтает сыграть, ну, допустим, там, Рыцаря, потом Гамлета, а потом Короля Лью. Происходит ли так в вашей судьбе, что время от времени вы ощущаете, что теперь мне ближе другая роль? Мне хотелось бы быть похожим на такого героя, или, скажем, сравнивать себя с какими-то персонажами, в зависимости от возраста которого. Ну, я понимаю, что вы говорите, что Майкл Джессон говорит, что он Питер Пен, да, там. Майкл Джессон говорит, что он Питер Пен, да, там, наивный дровосек из волшебных из-за грудного города. И Винни-Пух, и Пятачок, и, ну, погоди, Волк, и Заяц одновременно. Да, господи, это так интересно менять роли, маски, образы. Ты все время находишь новое что-то из-за этого. Может, у меня такая любовь была к мультикам в моих видеоклипах. Одно время было очень много там Милая, Зайка. Я вообще все... А сейчас какой мультикционный персонаж вам напоминает, своего себя? Не задумывался, честно, поставили меня так... Ну, вы так сказали, не знайка уж, не знайка, я меньше всего вас представляю. Ой, я не перестаю ошибаться, ошибаться в людях, ошибаться в прогнозах каких-то на тему отношений людей. И тут я считаю, что я полный профан, потому что на глазах так люди меняются. Они так и разочаровывают меня, не перестают так же, как и очаровывают. Но в последнее время, наверное, все-таки разочарование больше. Поэтому я как-то закрыл свой круг общения. Так что я даже не закрыл, а сократил до минимума. Потому что, ну, мне кажется, люди с отрицательной энергетикой, они тебя растаскивают по кусочкам, и у меня не остается. Поэтому мне нужны люди, которые бы мы обменивались, а они не забирали. Все-таки отношения, дружба или любви, это все-таки игра на две стороны, а не в одни ворота. Скажите, ну, не знаю, может быть, не фестивальный вопрос, но вот человек обречен на такую славу, такую известность и публичность. У него остается еще возможность для того, чтобы очаровываться, ну, скажем, влюбляться по-настоящему в кого-нибудь, кроме Аллы. Слушайте, человек даже, по-моему, 80 лет может любиться. Это чувство не устаревает. Ну, это он, скажем, обыватель, простой человек, который... А я чем отличаюсь? Вы не можете выйти в ларек здесь, за генеральной ногой. Да хочу, могу. Я могу остаться на заправке, купить шоколадку и мороженое на заправке. Ну, вот расскажите, неужели это было такое? В последний раз это было, в Болгарии было. Мы остановились, а уж в Болгарии-то, мне кажется, собака... И что там произошло на этой заправке? А? Что произошло на этой заправке? Ну, обычный бытовой шок. Вот. Ну, и все. Ну, заправка, шоколадка, за шоколадку, за шоколадку. Смешно. Вы знаете, я сейчас, когда проходили по перегону, я увидел, какой столбняк людей вашей профессии производит ваши впечатления. Ну, это вот и восхищение, столбнение. И есть ли люди в вашей профессии, при которых вы бы почувствовали себя, ну, скажем, немножко заороженным? Я видел, как это происходит в кино, но вы играете то, что вы обожаете Шерон Стоун и не можете думать о них каких-то слов. Но есть ли люди, вызывающие такую степень уважения в профессии? Ну, мне повезло. У меня был и есть кумир Энгельберг Хампердинг, величайший английский певец. Ну, вот Том Джонс, Хампердинг, такие величайшие наши вокалисты. Вот он у меня всегда вызывал. Это был мой кумир. Так случилось в жизни, что я с ним познакомился. Наверное, на Евровидении? Нет, нет, до Евровидения. Это было в Москве, на его концерте. И так получилось, что мы уже лет 10 дружим, очень дружим. И я бываю в Лос-Анджелесе, захожу к нему в гости. Он в России, обязательно мы встречаемся. Последний раз было, по-моему, полгода назад, он приезжал на мероприятие в Москву. Вот этот человек, для меня и кумир, я терял дар речи. Ну, это сложно объяснить для, может быть, людей, может, его имя, может, многие не помнят. Но это, вот те, кто помнят, его знают, это величайший певец. А вообще, если... А вот о чем вы разговариваете, если общаетесь? Он очень любит моих детей. Мы говорим о семье в основном. О музыке. Ну, вот сейчас записал альбом дуэтов. Мы должны были там даже то, что-то записать. Ну, вот так получилось, что надо было их в Лос-Анджелес. Мне, как всегда, не хватило времени. Думаю, сейчас будет вторая часть этого альбома с дуэтов. Может быть, туда мы успеем записать этот альбом. Ну, а музыке обо всем. Как нормальные люди, которые говорят на одном языке музыки. Но также и ничто человеческое нам не чуждо. Да, он потрясающий музыкант, артист, человек. А если вы говорите, так скажем, про артистов, ну, наверное, у меня такое восхищение вызывает Джек Николсон. И, наверное, бы вызывал такой же Андрей Миронов. Я, к сожалению, это единственный артист, которым я не перестекся в своей жизни. А это была моя большая мечта в детстве познакомиться, наивная мечта с Андреем Мироновым, потому что это был мой кумир. Актера, вообще, вот, артиста. Я так хотел быть на него похожим. Я все его роли знал наизусть. Я ходил на все его спектакли. Меня мама водила в театр сатиры по спектру. Так получилось, что в год выхода моего на большую сцену он ушел. С жизнью. Вот не пересекся. Со всеми, со всеми я знаком. И счастлив, что судьба свела Судина Марковна и Гурченко. Более, более чем свела. Я должен положить, что в самые такие непростые минуты моей жизни именно она будет рядом со мной поддерживать меня своим плечом. И именно ее утром голос будет раздаваться в телефонной трубке с поддержкой. И все будет хорошо, молодой человек. Все хорошо. Вот. Кто мог представить? Я не мог себе представить, что Гурченко и Миронов. Две личности, которые в моей жизни потом... Ну вот Люда Марковна, да. Она, я могу сказать, что была моим другом. А с Андреем Александровичем мы, к сожалению, не познакомились. Филипп, скажите, меньше всего я ожидал, что вот такие вот умелые для вас, кажется, актеры, в большей степени ставшие популярными благодаря, ну, так, комедийным ролям. А я бы не сказал. Я не покладываю комедийным. Я выбрал этих артистов именно тогда, когда они пели. Пели на сцене, пели в музыкальных фильмах. Гурченко. Она же вот эти все эти фильмы музыкальные. Небесный ладж, Соломенная шляпка. Даже не сколько Карнавальная ночь. Первый фильм, который я так запомнил, была Соломенная шляпка. Вот. А Андрей Миронов тоже в шляпке, тоже. Ну, короче, я их полюбил, когда они пели. А когда уже коснулся более глубоко их творчества, то я просто уже понял, что это главные актеры в моей жизни, на которых я хотел бы равняться. Ну, это если мы любим актеры, конечно. Скажите, вы говорили о том, что если вы увидите счастливого Филипа Киркорова, надо заглянуть к твоему дому и увидеть его дом. И вот я в финале нашей программы хотел бы вам такой вопрос задать. Вот этот момент вашего счастья, что вы в это время делаете? Вот именно, что ничего созерцаю, молчу, потому что именно дома я могу помолчать. Я никого не развлекаю, никто от меня не ждет шоу. Потому что, когда приходит Филипп Киркоров, все почему-то думают, что я сейчас начну петь, развлекать, хохотать. А я просто одеваю халатик, у меня такой замечательный есть. Вот так вот сажусь просто и смотрю, на что происходит вокруг, как по мне ползают мои дети, мои родители счастливы, все живы-здоровы. Вот, собственно говоря, пожалуй, это самое главное и то, чем я занимаюсь. Вот именно, вот ничем, ничем. Наверное, это не очень интересное зрелище, поэтому я особо никогда из журналистов и не зову домой, потому что либо надо опять играть, надевать кардавальные мешки, изображать радость, либо то, что они снимут, это вряд ли будет интересно тем, кто потом смотрит и вы считаете свои рейтинги, цифры, и как посмотрели вашу программу. Вам обязательно нужно что-то, ой-ой-ой, какое-то интересное, экшен. А дома я без экшена. Филипп, добро пожаловать в Витик, Сосновский базар. Здоровья вашим детям, всем вашим близким. Хорошее выступление, ночной схватки со зрителем. Да, да, предстоит мне сегодня такой большой труд, серьезный, в два часа ночи. Но ничего, не первый раз справимся. Спасибо вам. Привет всем. Передавайте Александру Егоровичу Тихановичу большой привет. И вот вашему чизкейку. Он хороший парень очень. Филипп, большое спасибо за это интервью. Ну что ж, это был великолепный Филипп Киркоров. Очень жаль, что вы не видели этот концерт, но у вас еще все впереди. А мы увидимся завтра, вечером трудного дня, на Славянском базаре. Продолжение следует... Продолжение следует...